Мало того, это еще и игра в одни ворота, потому что российский молодой талантище ломится в концертные залы Украины, а вот украинских талантов можно только наблюдать по основному каналу телевидения в состоянии зародыша, в основном в видеоклипах в окружении провектора Киевского института культуры как антураж для его выступлений. В результате мы имеем то, что мы имеем, другими словами, полнейшее, дичайшее бескультурие в сфере индустрии развлечений. И в этом бушующем океане бескультуре совкового шоу-бизнеса находятся хитрые и проворные рыбаки, которые пытаются содрать последние родительские деньги маленьких и наивных, но поистине талантливых рыбок, доверившихся а-ля фистой рекламе по проведению очередного смотра конкурса «Мы ищем таланты, юные звезды», «Кастинг для таланта» и другой. За всем этим стоят хитрые деденьки и тетеньки, которые за счет самих же участников изготавливают и покупают им призы, арендуют зал и оборудование, нанимают всемочную видеогруппу, резервируют место в гостинице и товарищ деревня, но самые главные они – хитрые деденьки и тетеньки, не стесняясь вину и долю полученных от конкурсантов средств, кладут себе в карман. И в результате, что получит конкурсант, получивший призовое место. Так остальные просто ничего не получат, ни денег назад, ни призов. Занявший призовое место получает коротенький сюжетик в местных теле, но в сетях, в котором его образ может даже и не промелькнуть, на экранах телевизоров, приз за участие в конкурсе, грамоту и подарок, все перечисленное куплено на его же деньги. А что, разве папа и мама не могли то же самое, награждение, с меньшими финансовыми затратами, провести дома? Да, доверчивости наших людей нет предела. Основной лозунг у строителей подобных конкурсов – «Бедлоха, жизнь плоха». Никто из участников подобных конкурсов не задал себе вопрос, а кто и какие права дал этим проходимцам присваивать звания и титулы «Звезда России или Украины», «Звезда Баластеловского района» и «Товарищ деревня». Вот почему только в России в 2003 году были выбраны 260 человек «Мисс Россия», 1800 человек «Мисс Европа» и 750 человек «Мисс Вселенная». А на официальных всемирных конкурсах тот моделей в каждой номинации, жюри, состоящие из знаменитых на весь мир людей, в год отбирают по одному человеку. Такая же ситуация с проходимцами от организаторов с конкурсов и в совковом шоу-бизнесе, все выбираются, все награждаются и в конце все разбегаются. Смешно смотреть на конкурсы, которые в последнее время проводят для себя, но, правда, за свои деньги, старейшие и мудрейшие бабушки и дедушки советской эстрады. Тому пример юрнуло 2003-2008. Как у российского басно-песца Крылова, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. В первых рядах выдели приглашенную самодеятельность из братских капиталистических стран, студентов-любителей и школьников, дабы, не дай бог, не спели эти ребятишки лучше, чем сами устроители конкурса и члены жюри. А во втором отделении во всей красе, дабы народ полюбовался искусством пластических хирургов, вышли теперь уже безголосые, но претендующие на роль мальчиков и невинных девочек, наши юбиляры, отпраздновавшие в этом же 2012 году кто свои 50 или 60 лет, а некоторые и 70 лет, но и года мое богатство. Это не статья о конкурсе Юрмала «Новая волна-2012», это «Крик души». Это наша обрушившаяся и разбившаяся в дребезги культура «Дружек». Жаль видеть девчонок и парнишек, постаринки, наивно верящих, что они как тевцы или как авторы и исполнители в этой стране могут кого-то заинтересовать своим творчеством, хотя они и являются в действительности талантливыми и одаренными людьми. Это горько произносить, но пока, ближайшие 10-15 лет, дорогие друзья, своим странам, как интеллектуальная собственность, вы не нужны и с этим придется смириться. Вы скажете «Ну неужели все так плохо?» Поспешу вас разубедить. Все гораздо хуже, чем вы себе можете представить. Постарайтесь ответить на вопросы, перечисленные мною ниже, и вы все поймете сами. О каком шоу-бизнесе и о каком развитии музыкального творчества, хотя бы по типу американского, английского, французского можно говорить. Умножить нас в тех странах, в которых все, что касаемо индустрии развлечений, делается на уровне откровенной самодеятельности. А отбором талантливой молодежи в основном занимаются дилетанты или в лучшем случае полупрофессионалы, выдающие себя за так называемых «продюсеров», далеких от музыки, а иногда даже, люди просто не имеющие элементарного музыкального слуха. Умножить нас в тех странах, в которых нет системы профессиональной высшей подготовки, юристов индустрии развлечений, менеджеров индустрии развлечений, хитмейкеров, импресарио и музыкальных агентов индустрии развлечений. Где весь развлекательный бизнес делается не на основании определенных опытом всего человечества законов, а на первобытном, ничем не подкрепленном, дубовом уровне, сопровождаемом слепым эгоизмом и параноидальной самовлюбленностью, все тех же, самодельных продюсеров, не допускающих никаких возражений по поводу их надуманной, творческой гениальности, в основу деятельности которых заложены принципы «мне так кажется, мне так хочется». Я так это понимаю. Вопрос, уважаемые господа, совковые продюсеры от шоу-бизнеса. Хотя бы один из актеров, рожденный вами, в творческих муках, достиг пускай даже примитивных высот в музыкальном искусстве. Кого и куда вы продвинули? Я уже не говорю о престижных международных музыкальных конкурсах. Мы сейчас с вами просто не говорим о таких феноменальных заслугах исполнителей и продюсеров в области отечественной современной музыкальной индустрии, как... 1. 2 место в 2008 году купленное у шоуменов «Евровидение», российско-украинским тандемом, у телепа не хватило денег на первое место для Ани, на продажном, в конкурсе кошельков «Евровидение-2008», ничего общего не имеющим с культурной деятельностью, только чистый бизнес. 2. 2. 2 место в 2007 году купленное у шоуменов «Евровидение», сердитой украинской женщиной, хоть и за деньги, но не для имиджа, а просто поприкалываться на всю Европу. 3. 1 место в 2004 году на конкурсе кошельков «Евровидение-2004», «Дикие танцы», в прямом смысле этого слова, купленное у шоуменов «Евровидение», для нее, с ПД-патронатом. 4. 2 место в 2002 году на конкурсе кошельков «Евровидение», купленного у шоуменов «Евровидение», одним состоятельным папой из России за нефть и доллары для своей милой зной дочурки. 5. 6. И ни в коей мере не восхищаемся похобной, разум с бономотерщиной, тимейджерской, лесбийской непристойности группы «Тэйю Тэйю». Умышленная ирония в названии, опозорившей под чутким руководством своего продюсера на весь мир страну Пушкина, Толстого и Чайковского. 7. Умножить на тех странах, в которых выпуск основного вида музыкальной продукции, диски, кассеты и видеокассеты, на 85% контролируется музыкальными и видеоператами, нелегальными производителями, с небезвозмездного, молчаливого согласия все тех же чиновников и силовых структур. 8. Умножить на тех странах, в которых налоги на такой есть деятельности, как индустрия развлечений, по своей величине, являются самыми большими налогами в мире. 9. Умножить на тех странах, в которых даже от легальной реализации Д-продукции артист получает всего 5% от чистой прибыли, а не 50% как США. 10. Умножить на тех странах, в которых за то, что вы записываете пластинку, тиражируете ее, рекламируете и подкрепляете своими концертными выступлениями, за все это платите вы из букозаписывающей компании в том числе, а не она платит вам, как это делается в развитых, цивилизованных странах. 10. Умножить на тех странах, в которых за то, что ваши песни передает в эфире радиостанция или ваше видео идет ротация, систематическая демонстрация на телевидении, должны платить и радиостанции, и телевизионные компании вы, а не они платят вам за использование вашего труда, как это делается в развитых, цивилизованных странах. 11. Умножить на тех странах, в которых защита авторских прав авторов и исполнителей остается только на бумаге, чем порождает гомерический хохот во всем мире. 12. Умножить на тех странах, в которых даже не существует элементарной структуры банковского финансирования, направленного на поддержку начинающих музыкантов и исполнителей, в которых просто отсутствует сама инфраструктура, объединяющая целостный организм все компании и корпорации, задействованные в индустрии развлечений. 13. В сложившейся плачевной ситуации, в индустрии развлечений, если после всего написанного мной, возможно, этот ужас назвать, индустрией, России и Украины молодому исполнителю, композитору, поэту-песеннику, актеру в срочном порядке, не задумываясь, необходимо направить все свои усилия по продвижению собственного таланта за рубеже этих, заботливых, родных и до более любимых государств. 14. Ей или ему молодому актеру остается надеяться только на утешающую душу в высказывании легендарного персонажа Ильфа и Петрова господина Астапа Бенбера «Спокойствие, господа, еще раз спокойствие!» 15. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 23. 23. 23. 24. 25. 25. режиссеры, актеры, сценаристы.